В Уфе подвели итоги самого массового журналистского конкурса «Патриот России». Более 500 средств массовой информации представили в общей сложности более 3000 работ. В номинации «Служу Отечеству» первое место занял цикл ГТРК «Вятка. Вятский война и мир» режиссер Алексей Фоминых. Алексей с детства мечтал стать археологом, но судьба распорядилась иначе. Кировский солдат во время чеченской кампании попал в кадр съемочной группы ГТРК «Вятка». После армии его пригласили в прямой эфир, посвященный службе в горячих точках. И он остался работать на телекомпании. Но мечте не изменил. Окончил исторический факультет Кировского пединститута. И сегодня режиссер Алексей Фоминых создает собственные исторические проекты. Я считаю, что занимаюсь именно исторической журналистикой, которая помогает заглянуть вглубь истории нашей Грятской земли. И стараюсь поднимать те темы, которые ранее не поднимались ни в прессе, ни на телевидении. Может быть, даже и в литературе. Алексей много времени проводит в архивах, где изучает документы, которые могут раскрыть новые грани истории Кировской области. Все интересные факты появляются в его программах. В 2014 году Алексей вместе с коллегами создал цикл передач «Вятские война и мир», посвященный столетию Первой мировой войны. Именно его высоко оценили на всероссийском конкурсе «Патриот России». Особенно жюри отметила программу про Антонину Пальшину. Она женщина большой судьбы. Родившись еще до революции, пройдя сражение Первой мировой гражданской войны, она скончалась уже в 1992 году после крушения Советского Союза. И здесь нас навело на мысль продолжить поиски не только в архивах, а в наших телекомпаниях наши коллеги, которые тоже из холдинга в ГТРК, коллеги ГТРК «Удмуртии» нам помогли, поискали в своих архивах и нашли уникальные записи Антонины Пальшиной, сделанные в 60-70-е годы. Живую героиню мы смогли и увидеть, и услышать. В творческих планах Алексей работа над большим проектом, посвященным 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Уже сейчас он ведет сбор информации о живых героях. «Мы призываем в любительском формате снять соседа, прадеда, просто знакомого ветерана и отослать к нам по электронной почте эту съемку. Мы собираем такой банк воспоминаний, видеобанк. Мы услышим этих ветеранов, и они навсегда останутся и на сайте ГТРК, и люди всегда могут обратиться к ним, посмотреть, может быть, найдутся родственники в других регионах России». Проект только начинается, и все желающие могут принять в нем участие. Анастасия Войнолович, Максим Козлов, Вести, Кировская область.